Уважаемые коллеги, большое спасибо за возможность представить небольшую информацию. Нам, нашему региону, удалось принять очное участие в совместной конференции раковых регистров, которая проводилась одновременно с Североамериканской ассоциацией раковых регистров и Международной ассоциацией раковых регистров. Она состоялась буквально в июне, 11-13 июня. Очень впечатляет масштабностью, мощностью, полнотой информации, представленной на данном форуме. Значит, структура мероприятий здесь, вы видите, это совещания, всевозможные семинары, это пленарные заседания, у которых было 5 параллельных секций, заседания молодых специалистов, постерная секция. Основные обсуждаемые темы. Это были представлены стандарты кодирования данных раковых регистров, изменения. В данном случае изменения представлен был второй пересмотр МКБУ-3, который будет скоро внесен и предоставлен для использования. Это были представлены информации по изменениям стандирования, классификации, глобальные аспекты стандирования рака. Кроме того, были представлены примеры лучших практик работы раковых регистров. Красной нитью через все заседания проходило представление программного обеспечения Североамериканской ассоциации раковых регистров, непосредственно его методология и возможности анализа. Я хочу с своей стороны сказать, что анализ очень удобен. Если бы данные какой-то страны были представлены в базе СИР, то никаких проблем для анализа и интерпретации данных не представляется. Российская Федерация тоже участвовала в этом форуме. Вы видите наш скромный вклад. Это доклад территории Челябинска, территории Архангельск и Самара. Но Челябинск и Архангельск по объективным причинам не смогли присутствовать. И вот мне в одиночестве пришлось представлять Российскую Федерацию. И еще раз хочу подчеркнуть, что основное впечатление, которое я получила на этой конференции, это наличие возможности достоверного, удобного программного обеспечения СИР для получения качественной достоверной статистики в соответствии с международными стандартами. И какой основной вывод можно бы сделать из этого посещения? Я с самого начала этого форума на всех организационных совещаниях посетила. И ни на одном из совещаний не было странички, посвященной раковым регистрам в формате нацпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». То есть мы в этот нацпроект «Раковые регистры» не попали пока. Но вчера говорилось о том, что в этом нацпроекте есть специальный дополнительный раздел, который можно заполнить, и еще не поздно. И я глубоко убеждена, что необходимо внедрить в нас проект под программу, которую можно было бы назвать «Перевод раковых регистров Российской Федерации на работу в соответствии с международными стандартами». Ну, здесь скромное, конечно, это громкое слово «дорожная карта», но основные направления я себе представляю таким образом. Необходимо провести паспортизацию раковых регистров, на основе этого издать национальные ежегодники территориальных раковых регистров, подготовленные по данным официальной онкологической статистики. Далее проводить поэтапный сбор баз данных территориальных раковых регистров с их коррекцией в соответствии с международными стандартами. Об этом говорил сегодня Михаил Юрьевич, говоря об опыте работы с Конкордом. Сам процесс работы, передачи данных в международные проекты – это есть совершенствование базы данных, исправление несостыковок, контролей и так далее. Далее направление откорректированных баз данных в международные виртуальные раковые регистры или международные проекты – это CI5, Конкорд, ENCR и Североамериканскую ассоциацию раковых регистров. И после того, как эта информация будет откорректирована, тогда уже издание международных ежегодников территориальных раковых регистров, подготовленных по данным международных онкологических баз данных. Конечно, это огромная работа, и хочется надеяться, что в свете тех изменений, которые предстоят в раковых регистрах, будут выделены дополнительные средства для того, чтобы эту работу осуществить. Но по моей информации, работа – это начато поэтапный перевод баз данных раковых регистров в соответствии с международными стандартами. То есть мы с вами, вот 8 территорий, участвуем в международных проектах. Потом мы участвуем в различных семинарах. Вот недавно прошел семинар в Молдавии, который показал, как можно откорректировать собственные базы данных в соответствии с программой А. Но еще раз я хочу сказать, что это хаотичное. То есть хаотичное ведение этой работы, мне кажется, в рамках национального проекта эту работу нужно формализовать и сделать ее глобальной. И в заключении мне хотелось еще сказать вот что. Что за рубежом в раковых регистрах работают сертифицированные регистраторы опухоли, получившие международный сертификат. Это целая специальность, это целая наука. У нас в раковых регистрах большей частью работают средние медработники. И поэтому для того, чтобы добиться каких-то результатов, обязательно должно быть обучение. И вот говоря о паспортизации, я имела в виду создание таких вот сборников, ежегодников каждого территориального ракового регистра по одному алгоритму, по одному формату для того, чтобы можно было потом сравнить работу того или иного регистра. И вот мы хотим поделиться своим опытом. Вот такой ежегодник, это уже второе издание, мы издаем, и вот буквально в июне он вышел, где представлен, кроме статистической информации, представлены еще стандарты работы ракового регистра. Это первая часть, она касается показателей заболеваемости, смертности и качества оказания помощи онкологическим больным. И вторая часть посвящена вопросам выживаемости. Благодарю за внимание. Продолжение следует...